Приветствую вас консольные танкисты и гости канала, с вами Слим и сегодня выпуск будет посвящен К1, это новый премиум танк который завезли в этом сезоне, который стал первым южнокорейским танком в игре и имя ему К1. Данный премиум танк является главной наградой сезона Патриоты и ныне играющие игроки смогут заполучить его, считай на халяву. Те кто уже забрал данную машину, пишите в комментариях понравилась ли она вам, интересует ваше мнение и насколько оно совпадет с моим. Также огромная просьба не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Так вот, К1 это премиум танк третьего периода режима Холодная война, визуально танк очень напоминает Абрамс, но геймплейно это не совсем так. Сразу скажу о первом впечатлении танк середнячок, как награду за сезон его смело можно забирать, но как премтанк для покупки я бы его не рассматривал. У танка есть сильные минусы, поэтому в третьем периоде это не лучшая фарм машина, но получить такой на халяву будет не обидно, а вот купив за голду, думаю большинство из купивших смогут расстроиться. Главная проблема этого танка это его пробитие. 476 мм базовым снарядом, 577 голдовым и 270 фугасом. С пробоем 476 мм против твердых целей, а это основная масса третьего периода, будет играть достаточно сложно. Да, это не рекордно низкий пробой как у МБТ-70, но тем не менее с таким пробоем, чтобы уверенно в рандоме ковырять врагов, потребуется скилл, знание уязвимых зон твердых танков и конечно же подкрученный ВБР. Поэтому рано или поздно, когда уже вам в бою надоест слушать, есть попадание или не пробил, вы сдаетесь и переключаетесь на голду. Голдовый бобс с пробоем в 577 это уже что-то. Напомню, что это не сверхвысокий пробой и с ним вы также периодически будете не пробивать и рикошетить вражеские танки. Но тем не менее играть на этом снаряде гораздо проще. Исходя из вышесказанного, понимаем, что К1 это не лучший танк для фарма серебра. Играя на базовом снаряде из-за непробития вы снижаете свою эффективность и соответственно меньше настреливаете, а также можете реже побеждать, что негативно сказывается на вашем фарме. Играя на голде у вас же будет меньше проблем с настрелом, бои вы тоже сможете чаще выигрывать. Но из-за более высокой стоимости голдового снаряда фарм серебра на этом танке при любых раскладах будет страдать. Что порадовало у этого орудия, так это его урон в минуту. При альфе в 500 единиц мы получили перезарядку 6,6 секунд, что позволяет нам делать 9,09 выстрела в минуту в стоковой комплектации. Урон в минуту составит 4545 единиц. Ну а разогнав ДПМ за счет оптимальной боеукладки и улучшенной вентиляции, а также перков быстрая перезарядка и прирожденный лидер, мы получим урон в минуту более 6000. Это очень и очень в третьем периоде конкурентный показатель. Но напомню, что из-за слабого бронепробития снарядов, этот урон в минуту не всегда легко реализовывать. Также орудия нашего танка порадуют хорошей стабилизацией и точностью. Время сведения 1,7 секунды и разброс 0,2. Хотелось конечно же в данный момент опять сказать дежурную фразу, с такими показателями точности пушка эффективна на любых дистанциях, но еще раз все упирается в пробой. И стреляя через всю карту по твердым целям, вы к сожалению будете не всегда успешны. Благо данная машина имеет какое-никакое бронирование. Не сказать, что она прям топовая и танчит все и вся, но все же хитрый лоб танка позволяет нам, по крайней мере на дальних дистанциях, что-то танчить и рикошетить. При сближении, особенно в боях вплотную, танк ковыряют очень легко. Я бы не стал очень сильно наглеть на этом танке, лучше всего его использовать от игры на рельефах. Кстати, наш К1 получил знакомую нам механику. У него есть гидропневматическая подвеска, которая работает автоматически, как у шведских СТ в режиме Вторая мировая война, ну и уже у многих других танков. Когда вы стоите на месте или передвигаетесь очень медленно, у вас появляются за счет работы гидропневматической подвески дополнительные углы склонения орудия. Если в скоростном режиме у вас УВН-9 плюс 20, то с включенной гидропневматической подвеской у вас УВН-19 плюс 20. То бишь, считайте, что в стоячем положении у вас к углу склонения добавляются дополнительные 10 градусов. Честно скажу, чаще всего стандартных 9 градусов склонения этому танку более чем хватает, а эта механика больше будет раздражать приколами с прицелом. Его раздвоение, дополнительные прыжки по непривычке больше будут отвлекать, чем помогать. К плюсам танка можно отнести неплохую мобильность. Кстати, из оборудования, помимо оптимальной боеукладки и улучшенной вентиляции, в третий слот я установил тягу. Наш тяж получил максимальную скорость 65,2 км в час вперед. Максималка назад составляет 33,2 км в час. Неплохой показатель, но сами понимаете, в третьем периоде все достаточно быстро. И даже с такой высокой скоростью мы не можем конкурировать даже с некоторыми тяжами. А с учетом того, что у нас мощность двигателя 1200 лошадиных сил и танк получил удельную мощность 23,48 лошадиных сил на тонну, разгон скорости, к сожалению, происходит не мгновенно. При этом еще и танк, подымаясь в гору, неплохо замедляется. Поэтому с тягой все-таки вы улучшаете свою мобильность, повышаете максималку, быстрее сможете ее разгонять и разогнав ее, чуток быстрее будете подниматься в гору. Что позволит вам и безопаснее перемещаться по карте, реже провтыкивать тайминги прострелов переездов, как ваших, так и вражеских. Да и убежать, догнать определенные цели будет тоже проще. Что касаемо бонусов нашего танка, то бонус серебра 55%, бонус опыта 20% и бонус командира 10%. Подведем итог. В целом, танк за сезон неплохой, для покупки не подходит. Ну, разве что вы скиловичок. Главный его недостаток, это проблемы с пробитием. Броня у него ниже среднего, иногда танкует, чаще всего на дальних дистанциях. Ну, а так, главным преимуществом его является ДПМ и точность пушки. Ну, как говорится, на халяву у Ксуславки, и если у вас нет танков третьего периода, но вы хотите там играть, то вы будете играть даже на этом. Если нет проблем с серебром, и можете позволить себе играть на фоллгалде, то на этом танке в третьем периоде можно себя более-менее нормально чувствовать. Ну, разве что будет непросто играть новичкам, потому что танк все-таки не особо бронирован, да и запас прочности у него, считай, на выстрелы меньше, чем у топов. Так что по незнанке заехав не туда, можно достаточно быстро уйти в ангар. Танкисту, у меня на этом все, было интересно и полезно, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал и прожимайте колокольчик. До встречи, всем пока!